Я мыслю, а значит существую Но предпочёл бы жизнь я иную И что теперь? Открыта дверь, куда идти, что мне делать? Да ничего, не нужно бегать Тело вышло из камеры, а я Минует недели, столетия Судьба? Знаю, сегодня с ним я расстанусь Но в памяти стен навсегда останусь Чувствуя взгляд, он в спину лыскает И внимает, и сжимает, и согревает Тело в шаг впереди Господи, помоги И плыву, и лечу, и теряю опору Проводи меня, мама, по коридору День межи кампании, но в принципе Велимподобной деянностью Правооборонный центр «Весна» начал заниматься значительно ранее, в 1998 году. И как раз таки одним из тех, кто брал первопочатковый тяжелый працы по Смиротному покоранию была и Полина Степаненко, как человек, который работал в правооборонном центре «Весна», как правооборонцем. Это был 1998 год, уже прошло 20 лет с того часа, и правооборонный центр «Весна» только начал свою деятельность. Про стуремную пошту дана страпиу лист, написанный червоным стрыжнем, вельми-вельми дробными литрами. Это был лист сезапа в улице Володарского, ад Ивана Фомина, який писал про то, что он сядзить за чужую вину, что его приговорили до Смиротного покорания, а ли он не рабил того, что про его пишут. Мы займались тогда громадско-политичными правами, основными людьми, которые затрымливали подчас массовых акций, которые тогда действительно были массовые, и действительно было много затрыманов. И этот выклик был вельми нечаканным. Мы жили в этом городе, но никогда не думали, что в центре Менска расстреливают людей. И это был инша свет в центре города. И вельми тяжко было это все усвядомить, тяжко было это все успринять, тяжко было говорить. И был певный внутренний супротив так само. Но сдавалось, что раптом вот этот человек зарабил это. А раптом он саправдой так жестко забил, этот аксист. А мы будем его оборонять. Эта история, которая развивалась от 1998 года до 2012 года, в своих инфлексиях не могла поставить их кропку. И оно нашлось подтверждением в 2012 году, когда уже нам это подтвердил начальник этого СИЗАЯКИ в свою очередь так само стал аквярой фактично политичных репрессий и мусю выехать за межи краины. Тут отрымалось такое замкненное коло, завершенный сюжет. В 1998 году вот такие письма к нам попадали на весну. Например, письмо от Фомината было. Я помню его. Кстати, за чужое преступление расстрел. Да, я его хорошо знаю, молодой парень. Он с группой парней таких, которые постарше его. Они убили человека. И он, как самый молодой, решил взять это все на себя. Ну, а братва, как говорится, да, ты что, там все нормально, ты молодой, там, ваду, ты червонец, мы тебе передачки носить будем, ты в авторитете будешь. А ему дали расстрел. Я помню, минут за пять до того, как умереть, он то же самое говорил. Какие сволочи, говорит, обманули меня. Вот. И были мои коллеги, которые ему сочувствовали искренне. И они ему раньше говорили, что ты дурачок, у тебя плохо кончится. Да, братва меня спасет. Ну, братва не спасла. Наиболее сложное питание у правого человека заосьмеротное покарание не существует. И это, правда, конечно, складанное питание. Самое важное, тем более, что и в той час, и зарплату активно представители УЛАДы, я извертаю увагу на референдуме, скажут, что наше громадство не готово, потому что большинство выступает заосьмеротное присутствие. Когда был референдум, я даже не знаю, за что я голосовала, понимаете, потому что, наверное, когда человека не коснется, он этого никогда не поймет. И я до сих пор не могу вспомнить, за что я голосовала. То ли я за смертную казнь голосовала, то ли против, понимаете. Потому что, во-первых, я не знала, что это настолько жестоко, что это, ну, не выдают родителям, что это не говорят ни места. Это очень, очень, очень для родных это... Я даже не знаю, каким словом это назвать, понимаете. Когда мы скажем про задачи компании, то одна из первых задач, это была актуализация проблемы. С правом тем, что 10 лет тому назад у нас достаточно много было кейсов и людей, которые приховаривались. То есть у нас были годы, когда по 30-40 человек приховаривались, приводились в оконание смертного присуда, но это было никому не интересно. Поэтому одна из задач это была актуализация проблемы и то, как пытание смертного покарания становилось информационно интересным для государства и для сроков массовой информации. Если бы хоть это дозволяло бы и допомагало бы выкликать полную дискуссию про мастерство и не секрет, что пытание смертного покарания в нашей стране находится под такой завесой секретности, верно, эмоционально. И мы сутокаемся с этой завесой неодноразово, я имею в виду в этом великое, простое, в тех же случаях, когда мы первые доведались про то, что расстрелял Павел Силун и вымушены были мы поведомить о гоной мать. Мать Силуна собралась ехать до его встречи. Мы с Ей домовились так же на встречу, что она приедет до нас, после отработки у нас встретилась с Павелом Силуном. Так отормалось, что адвокат пришла и Ей сказали, что он расстрелял. Мы вымушены были поведомить, потому что нам подавалось, что Калибина еще с этой турбопередачей, с Ежей, приехала бы. Это было бы еще вкладание МДЕ. И вкладанные такие вещи говорится вопрос человеку, может быть, по телефону все штуки было как-то легче, но мы, проборонцы, вымушены были это поведомить. Это была самая тяжкая в моей работе. Вот это был действительно стресс. Когда приходит мать, падает, там бьется головой от пол, там голос. Это было все. Вот это было. У нас убегали. И ко мне приходят родственники. Я говорю, что вы сказали на справке? Убы по приговору. Я говорю, он повторяет то же самое. Куда оба? Я говорю, не знаю. Никто вам там ничего не скажет и не покажет. Убы по приговору это спадщина. Это спадщина Советского Союза. Это вырос, который и сейчас выкоростовывается, и когда поведомляется своякам, или вот, как приводит к адвокату, то, что человек расстрелян. Это все спадщина Советского Союза. Не только Ленины помнят, которые стоят. Не только проблемы Куропату, которые до сих пор не выросли, и темницы вокруг этого, а это еще и самозвязанная речь. Так само еще и само Смиротное покарание, завеса сокретности вокруг Смиротного покарания. И эти инструкции и отмыслов были сделаны за Советским Союзом, для того, чтобы не показывать по наступлению масштабы репрессий, которые были, и они согласны с законом. В этой репрессии про расстрел, про расстрел по тылицу. И мне подается, что эта вся спадщина до сих пор застылась с ней. Это парадокс. То, что люди поделяют массовые репрессии, это одно расстрел при Сталине, а Смиротное покарание – это иншее. И можно ушановывать ахвяры тых расстрелов и быть за Смиротное покарание. Теперь это, саправды, парадокс свядомости. Люди просто сами не разумеют, про что говорят. Потому что, по особенности, и то, и другое – это смиротное покарание. Если смиротное покарание есть на ее грамадстве, оно может быть выкарыстанно у тым лику супраць политичных оппонентов Улады. Это вядомый факт. С самого начала, одной из самых головных металл, которая выращивала бы всем активные проблемы – это введение моратория как первый шаг до полной отмены. Почему, с одного боку, это может быть достаточно глобальной и вельмит такой складной металл для достижения, потому что мы можем их подделять на оперативные, на головные металл и так далее. Те могут в арте нам бороться за то, как обыдывали тело, те показывали место похоронения. Я сейчас называю складники «пытания смиротного покарания» в нашей стране. У меня очень складано провести параллель и сказать, каким образом можно гуманизировать «пытания смиротного покарания». А моратория, как первый шаг, я бы решал, и решал бы, что у нас главных металл, таких важных, но не самых-самых глобальных, это как раз таки введение моратория первого шага, а потом это полная отмена смиротного покарания. Нашей компанией будет 10 лет, в студии 2009 года первого шага началась активная компания, про оборонца смиротного покарания в Беларуси. Меня задавали питание, и говорили, вот вы приводите разные кшталты аргументов, и какие вы лечите аргумент наибольшим важным, таким важким для того, как повзденчать на людей, на их намеркование. А давайте вы примерите тогда это на себе. Пытания судовой помилки, питания ситуации вокруг смиротного покарания и так далее. Просто сядьте и подумайте. Постарайтесь взять трошку больше информации, чем вы володаете, сядьте и подумайте. Рационально, не эмоционально поразважайте, и вы разумеете, что смиротное покарание в нашей краине и вам особисто не потребно. и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...